И последнее, что бы я хотел с вами рассмотреть, это событие onAdminTabControl.begin. Данное событие вызывается в функции cAdminTabControl.begin при выводе в административной интерфейсе в форме редактирования. Событие позволяет добавлять собственные вкладки формы редактирования. Оно принимает единственный параметр — это ссылка на объект класса cAdminTabControl. Использование члена класса FormTabs позволяет получить доступ к закладкам формы. Крутура массива закладок описана отдельно в конструкторе cAdminTabControl. Посмотрим, что же у нас в данном конструкторе класса. Он реализует механизм форм, разбитых на страницы, динамически переключаемых закладок. У него есть параметры, уникальное имя в рамках страницы нитификатора, массив, описывающий список закладок. Флаг обозначает возможность развернуться страницы в одну. И далее массив давайте рассмотрим. Это div — уникальный идентификатор закладки. Tab — текст, помещенный на закладку. Title — описание страницы, в которой ведет закладка. CSS класс — иконки, вводимый рядом с описанием страницы. Далее JavaScript сценарий, который будет выполняться при переключении на закладку. И содержимое вкладки на форме. Итак, теперь давайте перейдем непосредственно к коду. Попробуем все это на практике. Соответственно, создаем обработчик. Наша функция. Делаем проверку. Соответственно, давайте добавим вкладку на детальную страницу редактирования выпуска. И, соответственно, сделаем проверку на то, что у нас этот вклад получался только на данной странице. То есть, соответственно, проверку на урок. И, соответственно, передаем контент. Сразу те параметры, которые у нас на текущей вкладке. В рамках данного урока мы не будем рассматривать обработку данных с текущей вкладки, с которой мы новые создали. Вы это сможете сделать самостоятельно. Единственное, что я здесь могу сказать, это каким образом мы вообще с этими данными можно работать. Есть несколько способов. Все зависит от конкретно, какую форму мы модифицируем, куда подставляем. Есть вариант, что мы с помощью JavaScript будем каким-то образом с этими данными работать. Как-то ими управлять, управлять другими настройками формы, другими полями. Либо, если это наш модуль, мы можем внести соответствующие изменения в сам модуль, для того, чтобы данные формы обрабатывались. То есть наши дополнительные поля обрабатывались. Либо, если модуль, который мы используем, форму, которую мы модифицируем, имеет события, в которые можно получить постданные, которые доступны. То мы можем в данном событии эти данные обрабатывать и какие-то действия с ними сохранить. Все очень индивидуально. Я вам показал сам механизм. Как мы вообще можем эти поля добавить, как мы можем какие-то изменения внести. А конкретная реализация зависит уже от того, где что в конкретном месте вы применяете. Все очень индивидуально. Универсального рецепта я вам здесь, к сожалению, дать не могу. Вот, сохранили. Соответственно, обновляем данную страницу. Видите, у нас появилась вкладка дополнительная. И здесь наши дополнительные три поля, которые мы можем заполнить. Ну и давайте рассмотрим реальное применение тем событиям, о которых мы ранее только что с вами поговорили. Событие OnPanelCray. Оно вызывает в момент сбора данных для построения панели управления в личной части сайта. Используется, как правило, для добавления различных кнопок. Допустим, если мы разрабатываем свой модуль, мы можем там добавить специфические свои кнопки для каких-то своих действий. Вот здесь у нас установлен модуль создания компонентов. Он выводит свою кнопку на панели, по которой вызывается соответствующий мастер, соответствующая форма. Следующее это событие OnAdminContentMenuShow. Оно у нас вызывается при выводе в административном разделе панели кнопок. Оно позволяет модифицировать или добавлять собственные кнопки на панель. Для чего это нам необходимо? Вот у нас также установлено решение из Marketplace, которое добавило свою кнопку, инструменты. Здесь вот выпадающий, он нам позволяет копировать инфоблог или наполнить воблог демо данными. Таких возможностей штатного битрикса нет. Вот это один из вариантов применения данного события. Следующее событие это событие OnAdminTabControlBegin. Оно вызывается при выводе в административном интерфейсе формы редактирования. Мы его можем применять для добавления своих каких-то полей, кладок и тому подобное. Вариант в применении данного события Massa. Вот в 14-м битриксе после последнего обновления появилась специальная севая возможность. Вот у нас появилась дополнительная вкладка. Но мы до того, как данный функционал был реализован, могли бы его реализовать самостоятельно. И вот эту вкладку добавить сюда. Также, допустим, для работы с инфоблоками мы разработаем какой-то свой механизм, который будет с помощью нашего модуля реализовываться, расширять механизм инфоблоков. Тогда нам потребуется сюда добавить дополнительную свою вкладку, и мы с помощью данного события можем сделать. Также еще масса вариантов применения данного события. С ними вы столкнетесь при реальной разработке сайтов под заказ, либо для себя.